О правилах безопасности на путях детям регулярно рассказывают и на уроках, и на внеклассных занятиях. Но почему-то подобные случаи происходят вновь и вновь. С чем это может быть связано? Порассуждать на эту тему и дать свои версии мы попросили экспертов в своих областях. Сотрудника железной дороги, врача ожогового центра и психолога. Их мнение далее. В границах Восночь-Сибирской железной дороги с начала текущего года травмировано 8 несовершеннолетних, в том числе подростков. Из них двое смертельно. В 90% случаев это на станциях, это приближение на недопустимое расстояние к контактному проводу. Напряжение у нас в контактном проводе 27,5 тысяч вольт. И при приближении к нему на расстоянии менее 2 метров возможно получить электротравму. Электротравма относится к разновидности тяжелой термической травмы. В последнее время она участилась в связи с таким модным веянием среди молодежи, как селфи, так называемое. И вот особенно перед 1 сентября просто было массовое поступление пациентов, которые стали жертвами этого селфи экстремального, которые выполняются либо на опорах электрических на высоте 30 метров, либо на вагонах. Дети они исследователи, то есть они так познают этот мир разными способами. Почему дети вот часто попадают в такие трудные ситуации, когда там нападает на них собака или они падают с высоты, ну или вот такой случай. То есть потому что они просто еще не могут так предвосхищать события, наверное, как взрослые. То есть они хотят сами посмотреть, то есть им интересно пощупать это, потрогать, не знаю, там самим поучаствовать. Продолжение следует...